здравствуйте дорогие друзья не знаю в какое время суток вы нас будет смотреть может быть смотреть нас в записи в 4 утра но сегодня мы на том же месте в седьмой раз с дарьей есипенко митяевой начинающей журналисткой все являются в общем-то ее подобными подопытными в том числе и я вот она закончила второй курс и теперь уже как третья курсница будет задавать совсем другие вопросы вот а конечно же в этом году очень жалко нам было расстаться с мечтой о том чтобы снова посетить артек и смена посвященная авторской песне и фестиваль мировые песни на которые должны были приехать гости и в том числе павел фахардинов в составе этих гостей должен был приехать в артек но он туда не приедет потому что не приедет никто и дети в артеке которые небольшое количество они будут смотреть эту передачу и слушать твои песни паша в как это прямом эфире павел фахардинов сегодня наш гость здравствуйте друзья мои это я павел фахардинов это я всем привет вот паша ты все-таки это самое из семьи кспшников потомственной то есть один из немногих мостиков соединяющих нас пенсионеров с молодежью поэтому сколько много вопросов будет касаться этого мостом числе и про артек а ну давайте вот вы в детстве вообще были когда-нибудь в артеке кто-нибудь из вас или мечтали об этом наверное как слушайте не друзья я никогда не был в артеке никогда я туда знаете мне кажется что я туда заезжал как-то совершенно случайно меня друзья привезли но это было довольно давно но в общем я никогда в артеке не был и я если честно я даже не очень ну то есть я знал что это так там да но но я никаких шансов для себя вообще не вариантов не видел туда попасть похожи паша потому что я не был даже двоечника представляешь потому что у меня двойка это была редкая метка остальные были все колы праве отличников и поэтому даже не мечтал но я видел это по телевизору там иногда бегали да говорите но у меня там был у меня там был в общем я так понимаю что занимал не маленькую должность дальний близкий друг он последние несколько лет работал как не 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 главный учитель там да который вот делает вот образовательные программы вот он он вот он там был юра эльма какие у тебя друзья то но это вот на это мой друг да близкий он там он там долгое время был руководитель а в этом году должен был приехать ты наконец-то но но я думаю что мироздание все устроило ну в общем в конечном итоге ему одному по понятным законам почему так устроило мироздание но в общем подготовимся и приедем не исключено так вот паша скажи все таки с чего у тебя все это началось и у меня такое подозрение что у тебя прям с люльки началась авторская песня ты родился и все это звучало у вас семьи абсолютно точно абсолютно точно это правда да в школьном сочинении да меня то есть было было там кем я хочу стать когда вырастут так я написал что хочу быть музыкантом и композитором это мне показали этот листочек первоклассника паблика фахрудинова и родители когда я уже в общем покинула чей дом уже во взрослом возрасте они разбирали мою детскую комнату там ну что там разбирали мою комнату и нашли этот маленький листочек сочинения действительно у меня у меня папа марат фахрудинов довольно известный бард сочиняющий и исполняющий хорошие свои песни и разумеется он мне пел да чё там с люльки вы говорите он не пел когда еще у мамы в животе был конечно меня не могла пройти мимо вот это чаша все все песни все вот эти песни я слышал просто самого детства меня самого детства родители брали на слеты на на фестивале ну в общем я не понимаю почему у меня после всех этих фестивалей сохранилась любовь к вот этим кострам и палаткам у тебя с любовью к деньгам потому что ты финансистом стал как юристом я стал нет я вы юристом стал а юристом да но чё чё а это уже шансон это точно да но в общем где да я потом проработал сколько я закончил получил юридическое образование зачем-то работал 6 лет юристом не понимаю зачем я жил не своей жизни если честно я же музыка ну я же музыкант из этого складывается жизненный опыт ведь песни надо из чего-то писать возможно да вот совершенно точно вот например сейчас когда вот эта вся история была без концертов да и непонятно было думаешь уже так ну что то нужно делать ну что тоже делать нужно я стал вспоминать может быть пойдем стал думать может быть пойти найти работу опять юристы потом я просто я беру конечно уже все забыл уже и и в общем даже и вообще ну какой из меня юрист ну посмотрите на меня кто ко мне пойдет на консультацию кто мне поверит артист вот песня могут поверить юристу нет а вот есть какие-то исполнители как раз которые вот из детства вы их тогда слушали и вот возможно до сих пор они как бы их музыка с вами идет ну есть да рядом с вами сидит ну кроме шуток стать олег григорьевич тут мы вот вы когда приходили про необардов да вы когда приходили мы же там с ромой с пашей с васей мы все пообсуждали же и мы так просто стали вы выяснять что каждый из нас знает какую-то просто выясним там ваши первые два альбома точно совершенно просто наизусть вообще вот вот как мимо первые такая же знаю елки-палки до сих пор просто наизусть причем такие песни которые даже вы не знаете вот вы например вы про ермака не знаю не помните наверное песня а я помню о как-то мы ее вспомнили мы пели с дуэтом с петром старцевым поэтому она как-то у меня застряла но вот про ивана грязнова например песня которую этот самый ума турман вова крестовская знаю я ее уже не помню вот эти а мы помним ну слушайте на самом деле еще же я обожаю я обожаю вот эту культуру вообще ну то есть как у каждого там например господи сергей я клич никитин грандиозный огромный человек которого разумеется я слушал с детства я думаю даша вы тоже там да конечно слушали а потом олег григорьевич помните да я же с бирковским был у него концертным гитаристом бирковского тоже тоже глыба конечно на фундамент просто этой песенной русской культуры великолепный вот назвал людей до которых нам никогда не дотянуться потому что они писали музыку на великую поэзию что тоже очень непросто и когда мы с тобой ставим их для себя каким примером да то нам еще тянутся и тянутся и может быть никогда но эта планка очень почетная потому что добиться гармонии между музыкой и такими великими стихами это очень непросто но это нас пример а вот скажи да все таки я почему вот так откликнулся вместе с макаревичем верой полосковой и другими гостями вашего концерта поучаствовать потому что вот молодежь поет свои песни и это всегда интересно я с большим удовольствием пришел и послушал все это а вот как и что за группа расскажи о ней немножко о вашем творческом объединении слушайте да это конечно что-то уникальное мы придумали значит есть начну начну общее издалека немножечко да есть четыре друга автора исполнителя ромарио роман луговых василий уриевский до василий уриевский павел пиковский и я мы четыре мы четыре друга мы решили объединить усилия песенны и просто теперь стали исполняем песни друг друга совместно и радостные с любовью и с большой нежностью это получается ну да да но они в они наши они на то есть мы да 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 вот и это это вообще это грандиозные мы только что сыграли шесть концертов в москве таких там официальных один концерт неофициальный и вот сейчас только что вот я сегодня с утра вернулся из петербурга где мы еще сыграли два концерта но то есть и все это все это новые вы сами видели это пользовалась в общем вниманием и там был какой-то ажиотаж и так набить такой огромный зал людьми наше время непросто а вот кстати ты играл на такой смешной гитаре по моему это укулеле бас укулеле укулеле бас я могу сейчас показать это правда она звучать не будет но показывать потому что мне это понравилось я нашему родиону марченко воспользоваться этой бас укулеле потому что очень удобно проводить в самолете сейчас бас-гитару повести или вот такую штуку вот такая малюсенькая гитарка только она звучит вот так бас-гитара отлично отлично обязательно надо использовать у нас даже играет на таком инструменте на таком на обычном укулеле ну прекрасно но это слушайте это грандиозный зверь мне очень нравится а где ты ее приобрел в америке на гастролях понятно ну на самом деле она она же ее можно я думаю довольно легко привести наверное не знаю не но она вполне себе у каких-то вменяемых денег стоит и маленькая то есть может быть двумя инструментами или больше чего-чего сколько инструментов вам подвластны ну гитара и бас укулеле как минимум ну я играю на гитаре на бас укулеле на укулеле и немножко на на пианино немножечко играю а вот мне кажется тебе баян бы подошел представляешь ты бы развернул меха и порвал бы это отдельный номер порвать меха очень ленивый человек я вот к сожалению я как-то вот прям вот я думал когда вот сейчас вот этот бесконцертный вот этот сезон думаю эх научусь на чем-нибудь играть на не знаю на на пианино научусь лучше играть или в тон там на дудке на кого-нибудь на трубе и выясняется что в общем ничего я не научился это предмета талантливого человека и технологическая необходимость для того чтобы писать песни поэтому ты просто на правильном пути вот вот все прекрасно я считаю что у меня были такие же настроения на карантин что сейчас возьмусь научусь как заиграю я тоже ничего не делала а вот вы когда-нибудь посвящали песни кому-нибудь может родным близким или вообще кому-нибудь абстрактному но в принципе конкретного адресата нет ну наверное в общем есть главный побудитель и муза это моя жена да но вот конкретно что вот эта песня написана вот конкретно любимая тебе ну нет нет такого такого нет конечно она слушает эту песню она понимает откуда например взялся вот этот образ или там вот там это там мысль откуда взялась там да то есть она а только она может догадаться что эта мысль взялась из разговоров с ней да но в принципе никому конкретному я все песни посвящены только мне я же эгоцентричный человек а вот такая срочка есть расставание для любви для настоящей то же самое что ветер для костра жена то находится далеко расскажи далеко далеко друзья у меня жена она живет в париже уже пять лет потому что она ученый у нее там научная деятельность она лингвист блестящий а да и по совместительству кто бы вы думали президент парижского клуба авторской песни друзья мои вот она нас встречала представляете как это может быть то есть это же никуда никуда не уйти от авторские песни никуда ни в россии не в париже да и она она мы в общем сейчас живем пять лет какой какой-то довольно странной жизнью но ну вот сейчас вот конечно там непростой период да когда невозможно улететь и ей сюда и мне к ней какой-то да непростой период но надеюсь переживем и это а ты парле во франце да не особенно я опять же я говорю я очень ленивый а потом при такой талантливой жене зачем мне парле ну просто понимаете если бы если бы вот например приезжаю я во францию а она например знает что я говорю по-французски она мне скажет муж вот ты вот иди туда а я пойду занимаюсь своими делами и мы как бы расстаем сюда опять же я не хочу расстаться и она знает что я в языковом плане беспомощный человек беспомощный и она просто везде будет за мной ходить это это моя житейская хитрость такая персональный переводчик чего профессиональный персональный профессиональный переводчик да 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 ну надеемся что возобновятся у нас и поедем мы снова во францию мы там выступали в посольстве да на дне рождения нашей подружки Мишель которая работает в мэрии Парижа и вообще много интересных людей во главе со Славой Полуниным нас ждут в Париже класс ну слушайте когда приезжаете возьмите меня с собой обязательно в багаже этим техникам гитарным вот да скажите да вполне вполне а сейчас можем сделать ответвление в сторону кинематографа давайте поинтересоваться какие фильмы какое кино вам вообще нравится это ой друзья вот тут вот тут вы сейчас мне даже если честно даже стыдно отвечать потому что я такой лопух в этом деле серьезно я совершенно смотрел да нет ну разумеется всю всю классику кино я я я совсем не киноман то есть вы мне сейчас начнете называть то есть например там финчер или линч это это просто ну это великие фамилии но фамилии или и не больше для меня к сожалению мы углубляться собираемся в это просто персональные знаете я люблю на самом деле вот я люблю сказки я не шучу сейчас то есть вот мне вот какой-нибудь пираты карибского моря гарри поттер что-нибудь что-нибудь что переносит меня из из этого из этой действительности куда-нибудь вымышленный какой-нибудь мир звездные войны там да то есть я точно не люблю кино про 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 там с гипер реализмом с каким-нибудь нет ну зачем я гипер реализм вижу по каждый день вот этого я точно не мог сниматься в кино ты сейчас просто очень фактурно показал я тебя вижу в сказке в какой-нибудь и ты говори с уриевским может быть он тебя как-то приспособит актерской деятельности да я то за конечно давайте надо надо всем сообщить об этом друзья мои я готов сниматься в кине берите меня вот другое дело что сейчас бедный 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 риевский тоже в общем я так понимаю не снимается ничего же ничего сейчас не снимается а а что ты закончил я вот что-то как-то я закончил государственной еврейской академия имени маймонида но да пардон я поступал в государственную еврейскую академию имени маймонида когда я учился на третьем курсе она стала классическая академия имени маймонида так что я классический маймонидский юрист. Отлично. Отлично, видишь. Классический, да. Вот как выглядит классический юрист? Вот так. Да, но сейчас вы можете знать, кстати, что Академия Маймониды — это прекрасное совершенно музыкальное училище джазовое, джазовое, классическое, то есть просто великолепные джазовые, великолепные музыканты выпускаются сейчас как раз из Маймониды. Почему-то вот музыкальный факультет превратился, стал таким сильным, что туда сейчас попасть большой почет, считается. Слово почему-то здесь не подходит. Все понятно? Ну как же? А где еще? Нет, я очень рад. Почему-то это прошло мимо меня. Вот, имеется в виду, что почему-то я это не отследил. Да. То есть, почему я не поступал, почему я не поступал, например, буду... А я же, как мы помним, я хотел стать музыкантом всегда. Почему я не поступал на музыкальный, как бы, на музыкальный факультет, непонятно совершенно. Непонятно. Почему я решил выбрать юридический, ну, не знаю. Вот, кстати, кстати, о музыке. А не спеть ли нам песню? А давайте, да. А у нас... А сколько мне еще песен петь? Я могу сейчас... А сколько хочешь, только и пой. Но еще две. Две три. Еще две. Может быть, если розетта споешь. Хорошо. Хорошо. Давайте... А давайте я прям, в общем, свою самую, наверное, известную эту песню... О, друзья мои, а я точно знаю, что в Артеке эту песню знаю, потому что мне видео прислали, где эту песню поют. Нет, мы же выпустили сборник песен рекомендуемых, рекомендованных для исполнения в Артеке. И наряду с Акуджавой, Висбором и другими там есть Павел Фахрудзинов в этом сборнике. Вот. Вот, наверное, там есть вот это... Живьем послушать. Хороший вкус у составителей этого сборника, да. Спасибо. Играй, не считая минуты, Просто играй свои ноты, Не думай о том, почему ты, Помни о том, для кого ты, Пусть к первым тебя не причислили, С тобой можно будет согреться, Ты просто играй Свои мысли, Ты просто играй Своё сердце. И если играешь не с ними, Не расставляй им оценок, Проигрывай скучные тени, Выигрывай каждый оттенок, И законсервируй излишек, Потом тебе это запишут. Не важно, что кто-то не слышит, А важно, что кто-то услышит, Не важно, что кто-то не слышит, Важно, что кто-то услышал, Пусть долго твой звук заперти был, Играя, ты сможешь понять, Не страшно, что кто-то свой шивил, Он хоть попытался сыграть, Играй, не считая минуты, Просто играй свои ноты, Не думай о том, почему ты, Не думай о том, для кого ты, Не думай о том, почему ты, И просто играй своё сердце. Сердце с правой стороны. Везде. Слова, между прочим, одинаковые, Как в финале первой песни, И в финале второй. Почему они одинаковые? Потому что хорошие слова, понимаете? Хорошие слова, не грех и повторить. Это должен был играть оркестр. Вот это ля-ля-ля. За неимение. Карантинное исполнение. А вот, казалось бы, Юридическая сфера и музыкальная, Как мы уже поняли, Они достаточно всё-таки не совпадают, Как-то в одной плоскости. Но вам удаётся и тем, и тем, как бы, владеть. А есть что-то, что вот вам не удаётся делать, Или не нравится. Вот просто не любите по жизни вот заниматься этим. У меня вот с математикой проблемы. Даша, я как будто бы, Вы не поверите. В общем, я совершенно точно знаю, Что вот мой личный персональный ад, Вот это знают все мои окружающие, Все люди, кто со мной знакомы. Мой личный персональный ад, Это мыть посуду И заправлять одеялов под одеяльник. Это просто ужас. Я не могу. Я схожу с ума просто от этого. Я в десятку попал. Во-первых, значит, Ну, я поборол первое. Я заставил себя полюбить. И никто у нас в семье Не делает этого лучше меня. И так восхитительно И упоительно, как я. Я как я мою посуду. Это просто. Я всё вдохновение в это вкладываю. Но вот насчёт заправлять под одеяльники, Я, как и ты, не могу достичь. Просто это. Это я даже заставить себя не могу. Просто я не знаю, что и делать. Просто открывать. Вот, вот, вот. Я так и живу, да. Я так и живу, да. А, знаете, вот, У меня вот какой вопрос. А вот, например, Пол Маккартни, да. Вот просыпается, А ему жена говорит, Иди мусор выбрось. Или посуду помой. А он такой, как бы, Я ж Пол Маккартни. Ну, как? Чтобы Пол Маккартни и посуду мыть. И вот. Пол помыть. Пол помыть ещё ладно. Пол Маккартни. Ну, да. Пол, как бы. Да. Ну, то есть, Как же. Ёлки, я же. Я музыкант. А тут посуда какая-то. Ну, что это такое? Я не могу в тысячный раз Не рассказать этот анекдот, Когда Бетховен пишет симфонию, Заходит жена и говорит, Людвиг, ты бы помыл полы. Он говорит, Слушай, я пишу симфонию, Ты ходишь, меня отвлекаешь. Она говорит, Кто я? Ну, я же источник твоего вдохновения. Он говорит, Кто ты? Ха-ха-ха-ха. О! Да, да. Так что вот в походе С мусорным ведром Тоже может что-то возникнуть. Ну, наверное, Но пока не возникает. То есть никаких позитивных чувств, Когда заправляешься дьявол в пододеяльник, Никаких вдохновенных чувств не возникает. Вот так и появляются матершинные песни. Вот. Но я не могу их сейчас. То есть у меня такие есть, Но я не стану их исполнять. Забудь. Я поняла, Что мне гораздо сложнее заправить простынь, Чем пододеяльник. То есть пододеяльник я смирилась с этим, А вот простынь, Как пока ты все туда запил. Даша, давай мы с тобой. Давай менять. Вот я считаю, Гениальное изобретение человечества Это спальный мешок. Раз туда. Кстати, Вот доходил до смешного. Я зимой Просто иногда доставал спальный мешок И все, И спал в нем дома у себя. Это нормально. Я вот до сих пор. Что касается, Во-первых, Федор Конюхов, Мой дорогой друг, Он ведь спит На Павелецкой, Там у него Этот самый, Где он живет. Там такая открытая Есть Теремочек такой. И он прям В спальном мешке Спит на улице. Мало кто об этом знает, Проходя. Зимой Ну чтобы не привыкать К теплому. А я, Что касается спальных мешков, Когда Долгое время, Когда Рассуждали о том, Сколько квадратных метров Там квартира или жилье, Я все время предполагал, А сколько же людей В спальных мешках Здесь можно положить. И вот так вот я Спальными мешками тоже мерил. Круто. И сколько? Бывало много иногда. Три тысячи с половиной. Три тысячи спальных мешков. Это если использовать Кладовые туалеты. Вот. Я помню, Я снимал квартиру, Когда студентом был. Мы снимали с товарищем Квартиру однокомнатную В текстильчиках. Однокомнатная квартира В типовом доме. И вот там В какой-то момент У нас ночевало 26 друзей. Один человек, Которому просто не хватило После концерта. Просто все пошли. Один человек, Которому не хватило места Просто нигде. И вот Никакого про... Он просто сгреб всю обувь. Вот так вот. Как бы В большой своей массе. Она же мягкая в итоге становится. И все. И он лег просто на обувь. И себе прекрасно спал. Лучше всех. Вот в этом году Два раза переносили фестиваль Крепитесь, люди, скоро лето. Который проходит В Международном доме музыки. И сначала По понятным причинам Весной он не состоялся. А потом Перенесли его на осень. Но это как-то глупо. Собственно говоря Крепитесь, люди, скоро лето. Когда его толком и не было. Короче, перенесли опять На апрель месяц. И ты прекрасно, Паша, выступил В прошлом году На фестивале. Зажег. Зажег. Готовил всех. Я был очень рад, что Раскачал. А то там почти все были девчонки. Такие как бы Прекрасные же. Да. Они красиво поют. Красиво поют. Нежными голосами. Прекрасными. А зажигают В гримёрке. И кто петь не умеет. И вынес Все это на сцену. Вот я думаю, что мы Повторим это Весной. Я петь Я петь особенно не умею. Поэтому мне приходится Как бы Другим брать. Я Я не такой красивый. Петь не так умею. Поэтому Ну что Остается Горло драть. Ты как про меня говорил сейчас. А какой совет Вы могли дать Начинающим музыкантам? Да. Учите ноты Барды Кто-то сказал. Как? Учите ноты Барды. Ну примерно Да. Да. Ну то есть Музыкантам Или 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 Молодым Артистам. Артистам. Ну Да учиться Я думаю Что Конечно Ну то есть Мне совершенно точно Вот не хватает Музыкальной Я очень Жалею Что я когда-то Плохо учился В музыкальной школе. Мне не хватает Знаний Сальфеджио Мне не хватает Ну просто Каких-то Прикладных вещей До которых Я в общем Конечно С возрастом Уже я дохожу Там Да Ну потому что Но дохожу уже сам А мог бы Просто не терять время И уже давно бы Это все Там Например Знать Или там Более Более активно Углубляться В процесс Там Чтения Игры На Инструменте Там Да Ну то есть Просто Отдавать всего себя Своему Любимому делу И все Теперь Паша У тебя Остался Один путь Окружать себя Хорошими музыкантами Да Вот собственно Всю жизнь Так Так происходит Что я Я постоянно Сталкиваюсь С хорошими музыкантами То есть Я Просто смотрю Знаете Мое самообразование Начиналось С того Что я просто Смотрел На Авторитетных Музыкантов На кого я Ну на тех Кого я любил Я смотрел Что они делают На сцене Как Как они играют Что Как они подают Да Как Как они Сочиняют И Держатся на сцене Ну то есть Это Но это Такое Самообразовательное Больше процесс А хотелось бы Наверное Конечно Ну то есть Мой совет Это не только Самообразовываться А еще Ну имеется ввиду Образовываться Таким вот Дилетантским способом Как я Там Да А еще все-таки Ну получать Какое-то Профессиональное Образование Мне кажется Мне кажется Это единственное Что может Помочь По-настоящему То есть Соглашаемся С Владимиром Ильичем Лениным Учиться Учиться Да И учиться Да Я Только за Только за Вот мы сейчас Ездили в Петербург На гастроли Как раз с этими С моими друзьями Необардами Там с Ромой Там да Васей Пашей Вы не представляете Как мы В машине Как мы Сейчас нужно Подобрать Правильные слова Вы выступали В машине Нет Как эмоционально Мы общались В дороге Обсуждая Подходы К сочинительству Каждого Из нас И Человек Со стороны Мог послушать Нас И подумать Что люди Просто Откровенно Ну Ругаются Причем Ругаются Прям Прям сильно И в общем Мы наверное То и ругались А потом На самом деле Когда эмоции Улеглись Понятное дело Что Выяснилось Что на самом деле Мы таким образом Образовывались Да Ну то есть Получали Получали Информацию О другом Подходе К сочинительству О другом Подходе К написанию То есть Это как раз В споре Рождалась У нас Истина Вот мы Таким образом Искали Истину Так что Мы ехали в машине И учились 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 Питер на машине Да Молодцы А мы специально А мы специально Так придумали Потому что Это была Такая наша Первая Первая Поездка Чтобы вот Все вместе Чтобы Чтобы не по отдельности Добираться Все таки Поезд Там можно полежать Там можно как-то Расслабиться Это все таки А вот чтобы Долго В замкнутом пространстве Вместе Мы специально В общем так поехали Да Вообще Как раз Для того чтобы Пообщаться Я вот иногда думаю Я бы с этим человеком Посидел в тюрьме Господи В одной камере Как с Саббатом С каким-нибудь Вот И конечно же Есть люди С которыми Хочется общаться Подольше И вот ты подсказал Хорошую идею Поехать в Питер на машине Тогда можно О многом поговорить Вот и Пушкин В свое время Написал Угольяне Или Кальйоне Вообще Они тогда писали Собственно говоря В дороге Очень много Пока едешь Сколько можно Да Спокойно подумать И причем Нет у тебя Никакого Этого Да-да-да Из Петербурга В Москву Даже Если есть То я не знаю Я вот не могу Когда ехать В машине Когда еду В машине Я не могу Смотреть В гаджет Потому что Меня просто Укачивать Начинает Поэтому Конечно Прекрасно Общаться С друзьями Паша А давай еще Споем А давай Сейчас важно У меня есть Песня Которая Называется Прощальная Басанова Она хорошая Но она Как бы Прощальная Предпрощальная Вот сейчас Вышла Хорошая Книжка У Ширвинта Опережай Некролог А у нас А у нас Переезжая Окончание Программы Мы можем Спеть Прощальную Пусть А потом А потом Тоже А потом Как пойдем Предпрощальную Или прощальную Предпрощальную Конечно Предпрощальную А давайте Я тогда Другую Спою Все-таки Знаете Друзья Я очень Люблю море И вот Почему Я действительно Скучаю В этом году Это По морю Правда Я выехал В Калининград На Балтийское Море И я Прекрасно Там Совершенно Поплавал Холодно Ну вот И в общем Песня По море Вдаль Летит Мой кораблик Скоро Лишь Вперед Успевай Смотреть Я Матрос И не Нюхал Порых И надеюсь Не нюхать Впредь Пусть Сильняшка Была Надета Словно Фантик Вокруг Пустоты Но Теперь Там Два Чуда Света Это Море И Это Ты Это Ты Это Ты Я Испытывал Жуткий Город Под Ногами Ничуть Отверть Я Слышал Попутный Голос И Я Понял Что Надо Петь Потому Что Возможно Вскоре Связки Связи Придется Рвать Вскор Вскор Он Вскор И Нец К Кто какую играет роль Мир кристаллин теперь и бел Но из него высыхает соль Смена ночи и дня семафорит Но солейр, держись, не держись Даже небо уходит в море Там, где море уходит ввысь Смена ночи и дня семафорит Но солейр, держись, не держись Даже небо уходит в море Там, где море уходит ввысь Даже небо уходит в море Там, где море уходит ввысь Даже небо уходит в море Там, где море уходит ввысь Субтитры создавал DimaTorzok Видите, теперь без вот этих слов Без главных Да, но зато Другие слова есть Например, леер Ты можешь за леер держись, не держись Это что такое? Леер это же Это канат, который идет вдоль борта корабля И за леер держится Когда Чтобы Чтобы сохранять равновесие В особенных каких-то случаях Понятно Что ты будешь держаться за леер Что не будешь держаться А в артеке как раз Они ходят на шлюпках Ну, леера там нет Но во всяком случае Узнают много Много новых слов Форстаг, оверштаг Шлюпка, банки И ют, шкафут Бак и прочие Другие Так что я надеюсь Что мы все-таки Доедем до артека И изучим Такие слова Потому что Вот то, что вы сейчас Перечислили Я не понимаю Ну, я там отрос О чем ты говоришь А есть какие-то открытия Которые вот вы Может быть За последнее время Для себя сделали Вот как бы Вот Открытия Вы знаете, друзья мои Я открыл Я открыл для себя Себя Если честно Ну, серьезно Потому что я же всегда Я много лет уже Являюсь профессиональным Артистом Я постоянно Был С людьми Я постоянно Куда-то путешествовал Постоянно разъезжал А тут вдруг раз И я оказался Надолго Один Сам с собой Наедине В заперти И это, конечно Во мне Стал проявляться Какой-то другой я И я для себя, конечно Стал каким-то Открыл Открыл для себя Другого себя Это какого-то Такого Другой человек Немножко Интересно Ну, потому что Ну, как Но, понимаете Я Генетически Татарин То есть Стал быть Татар-монгол А стало быть На коня В степи Куда-нибудь Страсть к кочевничеству Понимаете У меня А тут А тут Ты вот этой Вот этой Кочевой жизни Лишен И Лишен Общения С людьми В округе Самоизоляция же Как же Я И вот тут, конечно Я проявил себя Как-то По-новому Так что Пока я Для себя Главное открытие Ну, это Сейчас Очень всем Знакомо То, о чем Ты говоришь И как-то Даже Вообще Любому Человеку В любой Стране Вот ты говоришь Какая-то Общая Получилась Тема Для разговора Возможно Возможно Да Но Это действительно То открытие Которое Ну, то есть Действительно Это важно Может быть Даже это и хорошо Когда человек Просто У человека Появляется шанс Себя Узнать Чуть-чуть Притормозить Остановиться Ну, да Прочитать книжки Прочитать книжки Навести порядок В гараже В гараже У меня Слава Богу Нету Порядок Нет Просто После того Как Я вам рассказал Как я сильно Люблю Мыть посуду И наводить Как бы Вам не трудно Догадаться Что Как я сильно Люблю Наводить порядок Понятно Да Вот Но Еще Ты, наверное Был на Эльменском фестивале У нас В Челябинске Вы мне поверите Но никогда Да ты что Абсолютно точно Я вам говорю Ну вот Мы тебе Официальное Приглашение Направляем Направляем Спасибо И приглашаем И Я думаю Что ты возьмешь С собой Своих товарищей Из Необартов Да Идол Утвердилось Идол Или нет Или друг Пока не знаете Ну Не Мы Как-то Используем Вот два этих Слова Одного По соседству Мы пока Не знаем Какие слова Побеждают У нас Но Шутку Мы себя Конечно Называем Идолс Но Приживется Ли это Название Мы не знаем Ну Пока Пока Необарды Идолс Вот так Пусть пока будет Ну А Тогда Может быть Споем уже Прощай Ну Прощай Легко Потом Мы об этом Говорили Знаете Это вот Удивительное дело Я эту песню Написал Когда мне было 19 лет Я ее до сих пор 60 лет назад Сколько 60 лет назад Ну В общем Но Я ее до сих пор Пою Понимаете Это удивительно То есть Я до сих пор Не потерял Вкус к этой песне А сколько тебе лет Кстати Мне 38 Сейчас То есть Пол жизни назад Я ее написал Ты взрослый уже Ну Вон борода седая Какая Разбросали слова Словно семечки Серых пернатым И теперь Бессловесной гортанью Мы можем Легко Надышаться Друг другом На птичьих Провах Мы конечно Живые Рады Увидаться Еще Но для этого Нам нужно Выйти Из времени Круга В ожидании Встречи Замерзают Фразы Звуки В горле Превращаются В комочки Мы еще Увидимся Но чтоб не сглазить Вместо даты Ставим просто многоточек Вместо фото Лучше обменяться Взглядом Как ни странно Взгляд съедает Расстояние Несколько часов Дороги Это рядом Тепловозным будком Ночь Дополнится И перельется Лишь два рельса Стальным кипятильником Будут стараться Согреть эту стужу Это будет Потом Потом А пока Нам с тобой Остается Бессловесной Гортанью Вдыхать Расстояние Пытаясь Его сделать Уже В ожидании Встретежа Мерзают Фразы Звуки В горле Превращаются В комочки Мы еще Увидимся Но чтоб не сглазить Вместо даты Ставим Просто многоточек Вместо фото Лучше обменяться Взглядом Как ни странно Взгляд съедает Расстояние Несколько часов Дороги Это рядом До свидания Танцевал Не смог Посидеть Мне кажется Я ее даже Слышала Конечно А кстати Знаете Олег Григорьевич Что послужило Кстати Толчком К написанию Этой песни Нет А я Вам расскажу Значит Что Про этот Толчок Я вспомнил Буквально недавно Когда Готовился К передаче К вашей Значит Оказывается Помните У вас Ну конечно Вы помните У вас была Песня Живут такие люди В далеких городах Что я по ним Смечаю Вот она Мне очень нравилась Это была песня Которая Мне казалось Идеальное Завершение концерта И я подумал Что слушай Ну надо мне тоже Написать Какое-нибудь Завершение концерта В конце концов И в общем Опираясь Исходя из того Что вот у вас Есть такая Думаю Так Напишу Вот написал Живут такие люди В далеких городах Да Да Вот Помню Хорошие слова Слушай Вот на этих Золотых словах Мы можем И закончить Но Я думаю Что мы Продолжим Потому что Песни у нас Еще есть И люди В других городах Есть Но конечно же Наша мечта Встречаться Живьем Да Поэтому Будем встречаться На фестивалях И на концертах Надеюсь Что все будет хорошо Да Ура Спасибо друзья мои Пока Спасибо Субтитры Субтитры Спасибо за субтитры